Здравствуйте! Это воскресная программа «Календарь» с обзором лучших выпусков за неделю. А также расскажем вам о важных событиях этого дня, 23 июля, в истории. С вами Мария Карпова. Далее в нашей программе. Он казался невероятно легким и веселым человеком, но впечатление это было обманчивым. Близкие популярного сатирика Михаила Задорнова и сегодня утверждают, он был закрытым и очень сложным. О том, каким он был настоящим и о секрете его невероятной популярности, расскажем в нашей программе. За 33 года жизни Александр Македонский успел создать империю, включавшую практически весь известный древний мир. От Средиземного моря до Индии. И он не только правил, но и распространял по миру греческую культуру. О том, как и почему он стал великим, узнаете сегодня в нашей программе. Судьба Алексея Германа Старшего в кинематографе по российским меркам уникальна и типична. Она трагическая и счастливая одновременно. Первый уже снятый им фильм «Проверка на дорогах» обвинили в антисоветской агитации и искажении правды о войне. Картина вышла на экраны только спустя 15 лет. И почти сразу ее создатели, в том числе и Алексей Герман, были удостоены государственной премии и получили всемирную известность. Вспомним сегодня жизнь и творчество этого гениального режиссера. Особенный и обособленный. Каждое выступление Михаила Задорнова было загадкой. Не только для зрителей, но во многом и для него самого. Он подмечал абсурдность жизни, ее глупости и странности, а то, как некоторые его пророчества сбываются, мы можем наблюдать, просто пролеснув новостную ленту. О Михаиле Задорнове, о силе его таланта в нашем сюжете. 25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом Московского Кремля был спущен красный флаг СССР и поднят российский триколор. Горбачев заявляет об отставке и передает свои полномочия Ельцину. На этом сюрпризы для россиян не закончились. К удивлению всех, с новым 1992 годом первым выходит поздравлять не глава государства, а писатель-юморист Михаил Задорнов. Итак, главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 1992 годом. В своей фирменной манере он поздравил соотечественников и вообще так увлекся, что проговорил на минуту дольше. И все с удовольствием дослушали, отложив праздничное оливье и бокалы шампанского. Но как мог юморист удостоиться такой чести? Добрый вечер, уважаемые зрители. Михаил Задорнов дебютировал в качестве юмориста на телеэкране в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Спустя несколько лет Задорнов прославился, прочитав рассказ, ставший уже хрестоматийным «Девятый вагон». «Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, то он еще не понимает». Авторский стиль прочтения текста даже стал поводом для пародий. «Я много путешествую, бываю в разных странах, и просто поражаюсь, какие они там за границей все тупые». У Михаила Задорнова было несколько рассказов про американцев, где он говорил, ну иногда, это не было рефреном, иногда он говорил, ну американцы, но топые. И дальше идет долгий-долгий текст. Потом еще что-то, что-то в другом рассказе тоже где-то. И я сделал эту пародию, когда это но топые, американцы но топые, англичане но топые, а немцы но топые. И это все по возрастающей. И это, это как бы сыграло свою роль. Он часто акцентировал внимание на невежестве и бестолковости заокеанских людей, ставя им в противовес умных и расторопных соотечественников. И последних невольно переполняло чувство гордости. В то время, когда люди потеряли веру в себя, им был нужен такой мудрый человек, который хотя бы на время помогал забывать о сложных проблемах жизни в 90-х. Главное, это, конечно, его лапидарность. Вот само это слово означает, знаете, высеченное из камня. Вот каждая фраза Задорнова, она высечена из камня. У афоризмов Задорнова даже появился свой термин – задорнизм. В России две беды – дураки и дороги – придумал именно Михаил Николаевич. Хотя он сам намеренно ее приписывал Гоголю. Чем не признак гениальности одной короткой фразой язвительно и иронично описать целое явление. Мужчины, как правило, долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Именно великие художники обладают острой наблюдательностью. Замечают вещи, которые мы, обыватели, тоже видим, но не обращаем на них внимания. Вот тоже я не понимаю. В России ввели новый праздник – День верности. Это что, один день в году? И мы думаем, вот это да, я же тоже это знаю, я же тоже это видел. Ну почему я об этом не сказал? А он сказал, вот это вот великий талант. Он также открывал нам и чужие таланты. В Юрмале на музыкальном конкурсе он познакомился с иностранцем, грузином, всю жизнь прожившим в Германии. На их совместном выступлении Брэндон Стоун сыграл на рояле и спел на десяти языках. Но русским языком Брэндон владел ужасно, и Михаил Николаевич занялся его обучением. Так как ты очень плохо разговариваешь на русском языке, я буду с тобой заниматься русским языком, а ты будешь слушаться моих советов. И прислал мне стихотворение Николая Гумилева «Жираф». Он говорит, прочитай его, не надо пока ничего, просто читай. Вот каждое утро просыпайся и читай это стихотворение. И он говорил, здесь ударение неправильное, здесь так русский язык неправильно звучит. Если ты поешь ударение, надо ставить вот здесь. И сысканный бродит, бродит жираф. А ведь у Михаила Николаевича тоже был выдающийся наставник. Его отец Николай Задорнов – известный советский писатель. Задорнов-старший – автор исторических романов об освоении в 19 веке российского Дальнего Востока, о подвигах землепроходцев, а также он работал актером и режиссером в театрах Сибири и Дальнего Востока. Насколько я знаю, он очень чтил отца своего и память об отце. И, конечно, ему абсолютно передалось чувство истории, важность знания истории. И, естественно, потребность вот эту память хранить, потому что его отец был очень глубоким человеком, просто фантастического, конечно, знания, фантастической эрудиции, фантастической памяти, что и передалось Михаилу Николаевичу. Несмотря на свою мечту стать инженером, Михаил Николаевич повторил судьбу отца. Он поступил в Московский авиационный институт, но стал писателем, режиссером, сценаристом, актером. Как вспоминал Задорнов, «МАИ» расшифровывали как Московский актерский институт с легким авиационным уклоном. Он меня зажег, и мне нравилось «МАИ». Вот есть что-то, как тебе сказали бы, продвинутый, какая-то мантра есть. «МАИ», «МАИ». На это медитировать можно. Во-первых, слово «МАЁ» напоминает. Во-вторых, «МАМА». Здесь слог «МА», «МАТЕРИЯ», здесь «АВИАЦИЯ». А потом, в детстве, я действительно мечтал о космосе. «Попробую», – шепнула мечта. Звезда Михаила Задорнова угасла в 2017 году. Опухоль мозга забрала жизнь у артиста достаточно стремительно. Но Михаил Николаевич успел оставить наследие. Десятки книг, сотни часов концертных программ. «Ой, я заслужил!» А спустя два года после его смерти среди россиян провели опрос. Кто ваш самый любимый юморист? С большим отрывом победил Михаил Николаевич Задорнов. Имя Александра Великого, македонского правителя, известно каждому еще со школы. Этот амбициозный молодой человек в свое время завоевал полмира. В родной Македонии ему устанавливают памятники, а в Азии величают не иначе, как кровавым завоевателям. Эта историческая фигура окружена бесконечным романтическим ореолом. И совсем не столь однозначно, как кажется на первый взгляд. О жизни величайшего царя прямо сейчас. Согласно одной из легенд, сын царя Македонии Филиппа, Александр, родился в ночь, когда Герострат поджег храм Артемиды Эфеской. Еще тогда персидские маги увидели в пожаре знак беды для Персии, и позднее их предсказания сбылись. А вот для Филиппа рождение сына было, наоборот, событием радостным и долгожданным. У тебя родился сын? Сын? Царица родила три недели назад. У меня сын. Александр. Такое имя ему дала царица. Александр. Как царица? Она приветствует тебя? Точнее. Филипп, славься, славься. Олимпия жена твоя и царица родила сегодня Бога. Родители каждый по-своему любили сына, но не ладили между собой. Тем не менее, юный Александр получил хорошее классическое образование, которым занимался сам Аристотель, и освоил военную науку. Характер победителя Александр начал демонстрировать еще в раннем возрасте, когда приручил строптивого коня. Путарх писал, что Филипп тогда крикнул Александру, «Ищи царство по силам своим, Македонии тебе будет мало». В общем, легенды о жизни юного наследника стали появляться сразу после его рождения. «Сделаем это вместе. Оседлаешь этого коня, тогда, Зевсом клянусь, сможешь править миром». Филипп II Македонский в то время готовился к походу в Малую Азию и военным действиям против персов. Персидская империя была региональной сверхдержавой, поглотившей всю Малую Азию и большую часть Северной Африки. Обладала колоссальным влиянием, а это совсем не устраивало греков. Кроме того, у них были еще более веские причины атаковать персов. Филипп Македонский, а вслед за ним и Александр, шли на восток, имея официальную цель освобождения греческих городов от персидского владычества. Дело в том, что на западном побережье Малой Азии было немалое количество греческих полюсов, которые в конце VI, в начале V века до н.э. подпали под персидский гнет. И освобождение этих городов дарованием полюсных прав, дарованием свободы было официальной целью сначала Филиппа, а потом Александра Македонского. Александр очень быстро стал применять свои управленческие таланты. Уже в 16 лет он руководил подавлением восстания медов, а в 18 командовал левым флангом армии отца в сражении при Херанеи. Тут стоит отметить заслуги царя Филиппа. Именно он создал сильнейшую на тот момент в регионе армию из солдат-наемников, покорил крупнейшие полюсы Афины и Фивы и спланировал большой поход на Персию, который уже через несколько лет предстоит совершить его сыну Александру. Македонский привлек себя на службу многих греческих специалистов, которые помогли ему армию перевооружить, дать ей тараны, дать ей осадные машины, создать наменитую македонскую фалангу, которая была более маневренной и более быстрой, чем греческая фаланга. Александр стал царем в 20 лет после внезапной гибели Филиппа и принялся реализовывать отцовские планы. Он избавился от конкурентов на престол, заметно снизил налоги и разрушил город Фивы, который не захотел ему подчиниться и превратил его жителей в рабов. Следующий Александру Македонскому должна была покориться Азия. Не может быть двух солнц, и в Азии не будет двух царей. Таковы мои условия. Если Дарий не трус, прячущийся за спинами солдат, завтра он выйдет и станет биться со мной. Везде, где он шел по ранее освоенным грягами территориям, он получал статус, который свидетельствовал о его роли спасителя, освободителя. У него были прозвища Сотер, спаситель, Эвергет, благодетель. За три года македонская армия завоевала огромные территории. Империя Александра стала поистине великой. Такое же прозвище после окончательной победы над персами получил и молодой царь, который за это время не проиграл ни одного сражения. Александр перенес столицу своей империи в Вавилон. Его царство богатело и ширилось. Теперь оно простиралось от Дуная до Инда. Однако Македонский не планировал останавливаться на достигнутом и предпринял поход в Индию. Он опять не проигрывал сражений, но в какой-то момент не смог убедить своих солдат двигаться дальше. Они слишком устали и готовы были сбунтоваться. Александру пришлось отступить, как он считал, на время. Плюс ко всему, индийский поход стал последним для его любимого коня – Буцефала. КОНЕЦ Александр вернулся в Вавилон, где неожиданно умер от лихорадки непонятного происхождения в 323 году до н.э. Ему было всего 33 года. Он был полон сил и планов. И неизвестно, каких бы размеров достигла его империя, проживи он еще десяток лет. В любом случае Александр Македонский остался в памяти потомков, которые жили через 300, через 500, через 700 лет после его походов, как некая идеальная фигура, некий архетип правителя, полководца, мудреца. Он был одним из самых блестящих военных стратегов, каких узнал этот мир. Обладал удивительной энергией для решения самых глобальных проблем, огромными амбициями и желанием действовать. Он успел сделать много, но, похоже, далеко не все, что планировал. Но главным итогом его эпохи стал расцвет греческой культуры. Александр перевернул старые представления об окружающем мире и изменил сам мир. Александр же был не просто силен, он был Прометеем, другом людей. Он изменил мир. До него были племена. А после... Все стало возможным. 18 великих Александрий возвел он по всему миру. Это была империя. Не земель и зла, но уман. Эллинская цивилизация. Открытая. Для всех. Выдающийся режиссер Алексей Герман-старший перевернул мир кинематографа, сняв всего пять фильмов. Но зато каких. «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Трудно быть богом», «Хрусталев машину» — это непередаваемый кайф создать мир, быть автором мира, которого никогда не было. Так в одном из последних интервью сказал Алексей Юрьевич. Мы постарались заглянуть в этот мир. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске. Гул затих. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня настал на суммарок ночи. Что это написал? Я! Я, я! А снял Алексей Герман. Это последний фильм мастера. В романе Стругацких «Трудно быть богом» землянин попадает на другую планету, где господствует феодализм в самых худших его проявлениях. Ему трудно быть богом среди полуозверевших людей, а самому Герману трудно было быть собой и делать то, что многие или не понимали, или не хотели понимать. Да и характером он обладал далеко не ангельским. Мой мастер Арман Николаевич Медведев, который хорошо знал Германа, много с ним общался, работал с ним. И вот Герман как-то ему сказал, понимаешь, мне во время съемок нужно быть в состоянии атаки. Вот это очень на самом деле характерно для Алексея Юрьевича. Я не хочу сказать, что он был там склочным, или взбалмошным, или вот просто таким астрохарактерным персонажем. Да, дело не в этом. Дело в том, что он действительно пришел в наше кино, пришел, кстати, из театра. Сначала он работал в БДТ вместе с Товстоноговым. Он пришел очень скептически настроенным по отношению вот к тому методу, тому стилю, который тогда в нашем кино как бы бытовал. Но главное, ему отравляла жизнь советская цензура. У него всего пять самостоятельных полнометражных фильмов, и большинство из них лежали на полке. Фильм «Проверка на дорогах», созданный по повести отца режиссера о событиях Великой Отечественной войны, зрители увидели через 15 лет после съемок. Мой друг Иван Лапшин, пару лет, тоже не совсем на полке, а вот в таком подвешенном состоянии ожидал выхода на экраны. В итоге случилась драма, ну, драма личная, скорее, для Алексея Юрьевича, что сначала на экраны вышел фильм «Торпедоносцы» его коллеги и товарища Семена Ароновича. А почему это была драма для Германа? Потому что в «Торпедоносцах» труппа Лапшина с таким трудом, собранная, на самом деле, в неочевидных театрах сибирских, ну, прежде всего, Андрей Болтнев и Юрий Кузнецов, лица, которые вот Герман отбирал, ну, правда, с невероятной тщательностью, они в этом фильме уже, ну, что называется, засветились. К подбору актеров Герман подходил очень скрупулезно, но даже здесь он не шел проторенной дорогой, а действовал вопреки. Андрей Миронов считался комическим артистом, а Герман снимает его в драме, от которой мороз по коже. так. Вот так. Нет. Отсюда. Точно так же он по-новому раскрыл драматический талант Юрия Никулина. Мы знаем большого драматического актера Юрия Никулина, и, конечно, этого бы не случилось, если бы ни Герман, ни «20 дней без войны» больше, таких ролей у Никулина нету. И вообще вот этот дуэт, ну, казалось бы, да, вот любовный дуэт разыгрывает Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Ну, кому бы это еще пришло в голову? Ведь Никулин поначалу отнекивался даже от этого предложения и говорит, ну, какой я герой-любовник. А сыну вашему пять? Уже шесть, а что маленький? Хотите спросить, где муж сбежал еще до войны? Вот только ремень и остался. Фильм «Долгострой. История арканарской резни» по произведениям Стругацких «Трудно быть богом» занимал все рабочее время режиссера с 1999 года до конца его жизни. Герман его снимал 15 лет. Почти все вокруг недоумевали. Ну, как можно так долго мучиться самому и мучить всю группу? Это же немыслимо. А он шутливо парировал. Великое редко, делается быстро. Он знал, это его последний фильм. Уходя, хотел создать то, что станет и завещанием, и предупреждением. А для этого нужно было зрителей полностью погрузить в то, что происходит на экране. Герман настолько подробно подошел в картине «Трудно быть богом» к мельчайшим деталям, что этот апокалиптический мир становится для зрителя почти реальным. Кажется, что еще чуть-чуть и действительно запахнет нечистотами и сыростью этой проклятой планеты. Ветер поменялся, потянул гнилью. С трех сторон город окружали зловомные питанские болота, не имеющие дна. И все равно ночами, освещая каждый шаг щепочкой лучиной, ползли отсюда границам соседнего Ирукана, такие, как этот, только что утопленный книгачей. Фильм так и не вышел при жизни режиссера, а окончательным монтажом занимался его сын Алексей Герман-младший. Сутки проскакал, как в тумане. Все дело в заточке, барон. Я покажу. Смотрите. Все проще простого. Просто выбираешь середину. Да? Вот. Дальше. Берешь. Где от кисти рубишь, я добавляю плечо и корпус. И больше ничего. Так. Берешь. Идет замок. И все. Давай. Его фильмы вызывали раздражение у чиновников, потому что не имели ничего общего с канонами соцреализма. У них нет ни бодрых тружеников, ни патетических монологов великих мира сего. Напротив, камера Германа раз за разом старалась подорвать парадный образ истории. Он демонстрировал ее изнанку хладнокровно и смело. Порой до мурашек реалистично. Когда-то гонимый и запрещаемый. Режиссер сегодня считается классиком. Его картины пересматривают, им подражают. Ему трудно было быть Германом, но такова участь гения. А теперь коротко о датах в истории этого дня 23 июля. Они живут в прекрасном для себя мире. У них практически нет естественных врагов, кроме нас, людей. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов и дельфинов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного Союза Охраны Природы. Согласно одному из социологических опросов, фразеологизм «короче, Склифосовский из Гайдаевской Кавказской пленницы» является одной из самых популярных фраз советского кино. А все благодаря популярности легендарного института скорой помощи имени Склифосовского. Сегодня у знаменитого Склифа день рождения. Постановлением номер 315 Московского городского отдела здравоохранения 23 июля 1923 года сто лет назад было принято решение о создании на основе городской станции скорой медицинской помощи института неотложной помощи получившего имя профессора Николая Склифосовского. «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера». Автор этих строк, известных, пожалуй, каждому, поэт Михаил Матусовский родился 23 июля 1915 года. Он говорил, «Человек, уходя на земле, остается основанием плотины, новым мостом, связующим с берегом берег, неподвластный годам удивительной книгой, кораблем, хоть единой строкой полюбившейся песни или просто цветком в коктебельской теплице». Строчки его песен продолжают жить в памяти людей. С чего начинается родина, пыла, качалась лодочка по Яузе-реке, белые акации, гроздья душистые. «Целую ночь Соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белые акации, гроздья душистые, ночь напролет нас водили с узла». Это была программа «Календарь». Сюжеты этого и других выпусков вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Оставляйте ваши комментарии, предложения и, конечно же, подписывайтесь. С вами была Маша Карпова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»